Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги! Проблема заболеваний гастроглобинальной зоны стоит крайне остро в связи с тем, что указанная патология занимает ведущие позиции в структуре заболеваний у лиц наиболее трудоспособного возраста. Она имеет длительное хроническое течение с частыми рецидивами, приводящими к развитию неблагоприятных исходов. Медикаментозная терапия больных с хронической гастроглобинальной патологией ассоциированной с инфекцией хеликобактер пилори в основном заключается в применении стандартной антихеликобактерной терапии согласно последнему мастерисовому соглашению. Однако указанная стандартная медикаментозная терапия учитывает только факторы агрессии и не учитывает функциональные нарушения нервных и иммунных механизмов, которые также играют важную роль в возникновении их хронизации хронической гастроглобинальной патологии. Следующий слайд. В связи с этим целью нашей работы было повышение эффективности лечения больных с хронической гастроглобинальной патологией на основе применения стандартной медикаментозной терапии и физиотерапевтических методов лечения с учетом основных звеньев патогенеза заболеваний. Следующий слайд. В нашей работе использованы следующие методы исследования. Клинические, параклинические методы, которые включали общеклиническое и биохимическое исследование крови, иммунологическое исследование, фиброизофагогастродиоденоскопия с последующим морфологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, внутрижелудочная компьютерная пашметрия, кардиоинтервалография, дыхательный хелик-тест. Методы тестирования. По опроснику Вейна для фиксации субъективных проявлений вегетативных нарушений, по таблице 24 стихла для экспресс-диагностики вегетативного тонуса, по опроснику GSRS для оценки качества жизни больных гастрометрологического профиля. Следующий слайд. Нами обследовано 103 пациента с хронической гастродиоденальной патологией, ассоциированной с инфекцией хеликобактер пилори, поступивших в поликлиническое отделение украинского немеценской реабилитации и курортологии по поводу обострения основного заболевания. Следующий слайд. Всем нашим пациентам проведено следующее лечение. Стандартная антихеликобактерная терапия, которая включала в себя амоксицелин, клоритромицин, пантопрозол фирмы САН. Дополнительно к стандартной антихеликобактерной терапии пациенты получали эссенциалию по 2 капсулы 3 раза в день и энтерожермину по 1 флакону 3 раза в день. Продолжительность лечения составила 10 дней. Следующий слайд. Из имеющегося многообразия ингибиторов протонной помпы нами был выбран пантопрозол фирмы САН благодаря клинико-фармакологическим особенностям его действия, а именно большей стабильностью в нейтральной или слабо кислой среде, быстрой активацией под воздействием сильнокислой среды, тем, что он имеет выраженный быстрый и стойкий антисекреторный эффект, имеет выраженный длительный антихеликобактерный эффект в кислой среде, благодаря его хорошей переносимостью, особенно в составе антихеликобактерной терапии, и тем, что отсутствие влияния его на функционирование ферментной системы B450. Следующий слайд. Также хочется добавить, что пантопрозол фирмы САН существует на фармрынке Украины более шести лет, был первым генерическим пантопрозолом на Украине. За данный период времени доказано многочисленными клиническими исследованиями его эффективность, и в данном препарате есть удачное сочетание доступной цены и проверенного хорошего качества. Следующий слайд, пожалуйста. Через один месяц после полученного антихеликобактерного лечения пациенты поступали в специализированный гастроэнтерологический санаторий. Несмотря на проведенную антихеликобактерную терапию, у 82% обследованных сохранялись признаки болевого абдоминального синдрома, у 57% признаки диспепсического синдрома, и у 42% пациентов определялись признаки астенического синдрома. Все вышеперечисленное обуславливало низкий уровень качества жизни у подавляющего большинства обследованных больных согласно тестированию по опроснику GSRS. Следующий слайд. По данным фиброгастроскопии с последующим орфологическим исследованием биоптатов, у всех обследованных при поступлении на санаторный этап лечения были определены воспалительные изменения гастродуоденальной зоны различной степени выраженности. Так, у 77% были признаки хронического неатрофического дуоденида, у 60% признаки хронического неатрофического гастрита достаточно частыми были нарушения моторно-эвакуаторной функции, а именно 36% пациентов с дуоденогастральным рефлюксом и 11% обследованных с гастроэзофагальным рефлюксом. У 23% обследованных была диагностирована хроническая язвенная болезнь 12-перстной кишки в стадии рубца, у 19% обследованных обнаружено наличие эрозии гастродуоденальной зоны. Также следует добавить, что несмотря на проведенную антихеликобактерную терапию, по данным урязного хеликтеста, а также оценки пистологической биоптатов слизистой оболочки желудка, хеликобактериоз слабой степени обсеменения выявлен у 44% обследованных. По данным компьютерной PHV3, у 79% больных обнаружены гипероцинные значения PH, у 13% гипооцинные и лишь у 8% обследованных значения PH соответствовали нормальным показателям. Следующий слайд. По данным картиинтервалографии, а также таблицей 24 стигмы, у подавляющего большинства пациентов, а именно 80%, обнаружены нарушения вегетативного тонуса в виде симпатикотонии. У 16% нарушения в виде вагатонии и лишь у 4% были нормальные показатели. Следующий слайд. Иммунологический анализ определил нарушения иммунологической реактивности, которые определялись в виде снижения общего количества активных фагоцитов, в виде снижения общего количества CD3 лимфоцитов, нарушений процессов иммунорегуляции в виде увеличения коэффициента иммунорегуляции. И вот эти процессы, они являлись пусковым механизмом для развития аутоиммунных процессов, которые определялись появлением антител к слизистой оболочке желудка и 12-перстной кишки, а также появлением циркулирующих иммунных комплексов. Следующий слайд. Всем пациентам при поступлении на санаторно-курортный этап лечения была проведена следующая терапия. Было назначено лечебное питание, диета номер 1, дробная, пантасан по одной таблетке 2 раза в день на протяжении 10 дней и далее по одной таблетке 1 раз в день еще 10 дней. Курс магнитолазерной терапии по вышеуказанным методикам. Процедуры магнитолазерной терапии проводились ежедневно на курс 10 процедур. Далее. Грязевые аппликации на эпигастральную область и область агитативных данных на уровне Т4-Т10. Процедуры проводились через день на курс 10 процедур. Следует отметить, что к концу санаторно-курортного этапа лечения у подавляющего большинства обследований была отмечена ликвидация основных клинических проявлений основного заболевания. Следующий слайд, пожалуйста. Так, нами определена достоверная ликвидация жалоб диспепсического характера. Следующий слайд. При объективном обследовании была обнаружена достоверная ликвидация болезненности при пальпации пилорадуаденальной области. Далее. По данным фиброгастроскопии с последующим морфологическим исследованием биоптатов обнаружена достоверная ликвидация отечности, гиперемии, слизистой оболочки желудка. Также достоверная ликвидация лимфоплазмоцитарной инфильтрации собственной пластинки желудка и двенадцатиперстной кишки. Следует добавить, что была достигнута эрадикация у всех пациентов инфицированных инфекцией хеликобактер пилори. Следующий слайд, пожалуйста. В результате проведенного лечения удалось достичь достоверной нормализации показателей трагастральной ПАЖ, в особенности у всех пациентов с исходными гипероцинными значениями ПАЖ. Следующий слайд. Также у 87% больных удалось достичь нормализации медитативного тонуса по данным кардиоинтервалографии. Следующий слайд. Анализ иммунологических показателей, проведенный к концу санаторно-курортного этапа лечения, свидетельствовал о достоверной нормализации показателей клеточного и неспецифического иммунного звена. Также было обнаружено достоверное уменьшение количества циркулирующих иммунных комплексов и антител к слизистой оболочке животных и двенадцатиперстной кишки. Следующий слайд. По данным опросника ЧСРС, было достигнуто достоверное повышение качества жизни у 67% пациентов. В результате научного исследования, следующий слайд, нами были сделаны следующие выводы. У 81% больных с хронической гастродональной патологией, поступавших на санаторно-курортный этап лечения, после проведенной антихеликобактерной терапии, сохраняются воспалительные изменения в гастродональной зоне. Наряду с нарушениями кислотообразующей функции, наличием инфекции хеликобактер пилори, наличием вегетативных иммунологических нарушений, применение препарата Пантасан способствовало достоверной нормализации кислотообразующей функции, в особенности у пациентов с исходными гипероцидными значениями PH. Доказано, что сочетанное применение комплексной медикаментозной терапии и процедур магнитолазеротерапии, а также грязевых аппликаций, способствует достоверной нормализации исчезновению клинических проявлений заболевания, эндоскопических и морфологических признаков воспалительного процесса, нормализации кислотообразующей функции желудка, эрадикации хеликобактер пилори и нормализации вегетативного тонуса. В связи с этим анализ научной работы, он определил тактику введения больных с хронической гастротрудинальной патологией, ассоциированной с инфекцией хеликобактер пилори. Первый этап – это назначение стандартной антихеликобактерной терапии. Далее второй этап – назначение препарата Пантасан по таблетке 2 раза в день в течение 10 дней. Далее по одной таблетке 1 раз в день еще 10 дней. А также назначение процедур магнитолазерной терапии и грязевых аппликаций по вышеуказанным методикам. Благодарю за внимание.